Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Я сделал несколько видео по Zoom, но кто-то пользуется Jitsi, и мы, кстати, им тоже пользовались до Zoom. Я даже делал по Jitsi скринкаст, но он устарел, и я решил обновить тему. По большому счету нововведений в Jitsi немного, но он стал удобнее и в нем появилась функция параллелирования комнат, что безусловно очень полезное дополнение. Еще они предлагают интегрировать Jitsi с Google календарем, тоже не помню было ли это, а в остальном все как раньше. Никаких регистраций, никаких аккаунтов. Постоянно генерируется случайная ссылка на комнату, вы заходите и закрепляете ее за собой. Это я сейчас на даче, не обращайте внимания. Вообще тут, конечно, очень хорошо сейчас. Спокойно, такое ощущение, что внешнего мира не существует со всеми его ужасными проблемами. Итак, интерфейс новый, но функции те же самые. Отключить видеокамеру. Выйти из конференции. Замьютить микрофон. Появились настройки микрофона и камеры прямо отсюда. Этого не было. Поднять руку, то есть попросить слово. Это было. Открыть чат. Было. У меня он не запрашивает ник, я указал имя в настройках, потом покажу где. У вас он тут запросит еще имя. Временное, чтобы понимать кто вы в чате. Функция расшарить экран была, но по-моему это было как-то сложно через сторонние приложения. Сейчас все отсюда и очень удобно. Можно расшарить весь экран. У меня просто два монитора подключены, у вас будет только один. Можно расшарить окно одной из открытых программ или даже закладку браузера. Не весь браузер, а одну из открытых закладок. А вот. Далее представление конференции. Все в мониторе или только говорящий. И ссылка на комнату. Об этом чуть позже. Сначала про последнюю закладку. Тут типа все остальное. Остального тут очень много. Есть даже возможность заблюрить бэкграунд. Пока правда в бета-версии. Я пробовал. Что-то у меня все начало тормозить. Я не понял, тормозил ли компьютер или джитси. Отсюда же можно запустить прямую трансляцию в YouTube. Не пробовал, но на вид все просто. Что такое стримки и как вообще запускать стрим в YouTube я рассказывал в скринкасте про АБС. Ссылка в описании. Ну и мне кажется прямую трансляцию лучше все-таки заводить через ОБС. Тут настройки оборудования. Тут профиль. Вы можете задать себе постоянное имя и дать ссылку на email, чтобы он подтянул превьюз Gravatar, если у вас настроен Gravatar. Дальше календарь. Об этом мы поговорим позже и дополнительные настройки. В общем по дополнительным фичам джитси надо делать отдельный скринкаст. И если я пойму, что потребность есть, сделаю. Так, а мы пожалуй подключим кого-нибудь к нашей беседе. Тут есть пароль, но пока отправим открытую ссылку. Просто копируете и отправляете любым удобным способом. Я воспользуюсь Telegram. Если человек заходит с мобильного телефона, то перейдя по ссылке он увидит предложение установить джитси. С мобильного пользоваться джитси можно только из-под приложения. Установить его недолго, а приложение небольшое. Разрешаем пользоваться микрофоном, фото и видео и подключаемся к конференции. Вот я появился и нас тут двое. Точнее я один с двух девайсов. Вот так можно переключать вид с одного спикера на мозаику. Ну и все. Дальше мы разговариваем, ну то есть я сейчас не разговариваю, потому что глупо разговаривать самому с собой. Но если бы мы были разными людьми, мы бы сейчас как раз общались. Ну и все. Пообщались, закончили разговор. Теперь разберемся с паролями. Хотя разбираться тут особо не с чем. Когда вы стартуете новую конференцию, можно установить пароль на вход. Функция, согласитесь, очень удобная, поскольку неизвестно, кто еще к вам захочет забраться. Хотя ссылки в общем-то достаточно уникальны и маловероятно, что кто-то случайно подберет именно вашу, но береженого бог бережет. Вот тут нужно нажать Add Password и задать пароль. Все очень просто, но есть одна мелочь. После этого надо нажать интер. Я это не сразу понял. Вроде пароль есть, скопировал ссылку, отправил, а люди спокойно заходили безо всяких паролей. То есть ссылку копируете только после того, как нажмете интер. Пароль можно в любой момент удалить. Устанавливает его тот, кто завел комнату и после того, как все покинут конференцию, он перестает действовать. То есть даже если организатор зайдет по той же ссылке, ему нужно будет заново устанавливать пароль. Теперь, что касается вот этого. Установить расширение в Chrome. Это Pro календарь. У меня оно уже установлено, просто включим. Вот у нас появляется иконка, при клике по которой нам предлагают создать мероприятие, например, в Google календаре. Создаем. Вечеринка. Выбираем дату и время, если она не весь день. У нас тут уже сгенерирована ссылка на комнату джитси и осталось кого-нибудь пригласить. После этого у вас, как впрочем и у приглашенных, в календаре появится мероприятие и останется его не пропустить и перейти по ссылке для проведения онлайн вечеринки. Воздушные шары, серпантин и все такое. Если сравнивать джитси и зум, то зум на мой взгляд удобнее. Но если видеоконференции вам нужны нечасто, если это не часть работы, можно пользоваться и джитси. Это тоже хороший сервис. Все, любите друг друга и общайтесь как можно больше и чаще. Подписывайтесь на наш канал, оставляйте вопросы в комментариях к этому видео и пишите нам о том, что еще вы хотели бы узнать у теплицы социальных технологий. Субтитры сделал DimaTorzok